Условное возгорание произошло в музыкальном зале на втором этаже. Инспектор отдела надзорной деятельности нажимает на кнопку пожарной сигнализации. Во всем здании и даже за его пределами раздается сирена. Это уже не первая ложная тревога в детском саду «Карамелька», поэтому воспитанники дошкольного учреждения знают план действий наперед. Дети подходят к своим шкафчикам, надевают верхнюю одежду и выстраиваются друг за дружкой возле пожарного выхода. По команде воспитателей они покидают здание и выходят на детскую площадку. Сейчас звучала сигнализация. Что нужно делать, когда звучит сигнализация? Нужно встать, быстро переодеться и выйти. Сопровождают малышей, воспитателей и руководство садика. Всегда с собой у сотрудников списки детей и маски. Для сегодняшних учений, к счастью, они не понадобились. Всем удалось покинуть здание за считанные минуты. В теплую погоду, признаются в руководстве дошкольного учреждения, сделать это получается гораздо быстрее. Мы сегодня увидели, что дети знают, куда им идти, в какую сторону выходить, четко слушают указания взрослых и эвакуация прошла в отведенное время. На сегодняшний день у нас было 81 ребенок и 20 сотрудников. Все вовремя эвакуировались по отведенным и указанным на схеме путям эвакуации. Пожарные рукава и огнетушители. Именно эти средства пожаротушения помогают предотвратить ЧП. Современная техника и правильные действия сотрудников – два самых важных фактора сохранения жизни детей и взрослых в случае возникновения пожара. Именно с этой целью необходимо постоянно проверять противопожарное оборудование и повышать уровень знаний персонала учреждения. В МЧС в очередной раз напомнили сотрудникам дошкольного учреждения алгоритм действий в случае чрезвычайной ситуации. Большое внимание уделили огнетушителям. Их необходимо менять один раз в год. На огнетушителе имеется пломба, все это на месте, то есть не сорвано, что подтверждает его исправность и давление также указано соответствующее. Профилактика – один из самых лучших способов для уменьшения количества пожаров. Об этом можно судить по статистике. В январе из-за аномально теплой сухой погоды рост пожаров в крымской столице достиг 115%. После увеличения цифры в оперативном ведомстве был составлен план профилактических мероприятий. Именно они помогли снизить отметку до 42%. Чаще всего пожары происходят в жилье по таким причинам, как нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагровательных приборов, курение в постели чаще всего, детская шалость с огнем. При проведении плановых проверок, а также согласно планам профилактических мероприятий, контролируется вопрос о том, чтобы в детских садах и школах эвакуация людей происходила один раз в квартал. Помимо детских садов и школ, сотрудники ведомства проводят учения по эвакуации в крупных торговых центрах, объектах с массовым пребыванием людей, цирки и кинотеатры. Памятки с указанием правил пожарной безопасности и телефонных номеров экстренных служб сотрудники МЧС прикрепляют на информационные доски возле подъездов и раздают прохожим. Мария Моссур, Артур Добряков, Служба новостей и ТВ.